от вас пахнет алкоголем вы выпивали что отмечает что выпивали где выпивали сколько много на станции метро курской что вы делали на домой собраться дальше что было поймали поймали за что ну так нет вообще никаким документов так мы к домазал дальше чтобы нашим эти поймали не так не согласили такой камень зашел я стоял около двери место зато стоял дверь я стоял и потом внутрь зашел строго я слышал один раз то есть любого то стрельба не знаю утро я здесь около двери стоит она говорит угол вниз я стою я стою внутрь зашел я слышал стрелба то есть не выстрелять вы просто старой кста это где было здесь в этом здании в каком месте а говорят что вы убили то есть он зашел кто-то кто-то с кем застрелял мне там данная для оружия даже не она тоже свисток и сигарет его ничего что так спать или нервничать что что в чем вас обвиняет вам сказали я просто друг не позвал там пациентском утром на укротом море съел там четверо ну хорошо вот вы услышали выстрел дальше что делать потом я кричал и ушел там а где это происходило я домой ушел в наручниках прямо ушли или как делал там вы в наручниках были? нет без наручника просто там где я стоял там с двери в общем послышались два один раз он зашел внутри а внутрь куда он зашел? ну кабинет по-моему там это там вы снова убежали домой? я убежал домой да где вас задержали? на метро там на какой станции? я не помню на какой станции а че убежали то? я боюсь там этой стрелы никого не было да я кричал спорю его взлет на метро зашел спорю взлет там включая стрелы вовы там кто кто его якобы застрелил вы не видели? я не видел такову пары вообще не видел я здесь окружность здесь не видел в Москве давно? в Москве вы давно? ну давно сколько? в 2007 году чем занимаетесь здесь? на работе с кем? на плавниках а где живете? в Красно-Владинской документов у вас почему с собой не было? я просто дома зову там на сумку зову там я без сумки на улице обвиняемого в убийстве полицейского нашли дома футболку со следами похожими на кровь об этом сообщили следователи и отправили сейчас на экспертизу а сегодня суд может избрать меру пресечения обвиняемым у здания суда работает моя коллега Елена Федотова она к нам присоединяется выходит на прямую связь нашей студии Лен я тебя приветствую вот знаем мы последнюю подробность то что сообщили следователи про футболку узнаем что сейчас у здания суда какие у тебя последние подробности да Алина я тебя тоже приветствую мы сейчас находимся возле черемушкина суда и ждем когда сюда доставят материалы и самого подозреваемого по делу о нападении на полицейского Андрея Райского которое привело к смерти полицейского все произошло в ночь со 2 на 3 сентября Райский нес службу на станции метро Курская он обходил станцию метро и по версии следствия что следует из материалов дела он подошел к Нурлану Муратову это главный подозреваемый в убийстве полицейского попросил проверить его документы на что тот ответил что ему нужно в туалет и оба они проследовали в одной из технических помещений которые находятся на платформе станции после этого как вот известно из материалов дела Муратов когда давал показания он сказал что услышал хлопок и на платформе встретил уборщицу который сообщил о том что нужно вызвать полицейских сам он сел в вагон и уехал кстати вот эта уборщица она проходит по делу одним из главных свидетелей она сказала что тоже слышала хлопок направилась в сторону технического помещения в общем-то обнаружила Андрея Райского мертвым вызвала полицию после этого в столице был объявлен план перехват всю ночь сотрудники правоохранительных органов искали подозреваемого его кстати зафиксировали камеры видеонаблюдения позже установили что это Нурлан Муратов 45-летний уроженец города Оренбург и уже утром его задержали и в общем-то доставили в отдел и он стал давать показания также вот сегодня стало известно что в ходе обысков у Муратова в квартире обнаружена была футболка предположительно с кровавыми следами и сейчас эту футболку отдали на экспертизу ну кроме того известно что Андрей Райский буквально последние дни нес службу в правоохранительных органах не так давно он написал заявление об уходе известно что убитого ему было кстати всего лишь 23 года осталась жена и маленький ребенок в общем-то мы продолжаем работать на месте и ждем как будет развиваться эта история суд точнее следствие наставят на аресте подозреваемого мы ждем когда доставят материалы дела и самого Нурлана Муратова да Лен спасибо тебе большое за подробности была моя коллега Елена Федотова на работе у здания суда еще насколько нам известно сегодня коллеги родные просят с Андреем Райским его похоронят на кладбище в Орехово Зуево оцепления нет и как такового оцепления не было поскольку убийство произошло в половину первого ночи то буквально через полчаса метрополитен уже был закрыт до этого действительно было оцеплено само место происшествия внутрь также никого не пускали приехал огромное количество полиции следственный комитет здесь также были замечены кинологи с собакой как стало известно молодой полицейский ему было всего 23 года Андрей Райский остановил для проверки документов мужчину азиатской внешности в ходе разговора этот мужчина попросил попросился в служебный туалет и когда полицейский ждал его он понял что слишком много времени почему-то подозреваемый находится в туалете он решил пойти проверить что же там случилось в этот момент подозреваемый напал на полицейского завязалась драка в ходе которой пока нет точной информации как именно это произошло но в ходе этой потасовки подозреваемый выхватил табельное оружие полицейского и произвел выстрел в голову полицейский скончался на месте ему напомню было всего 23 года как выяснилось всего это была его последняя смена буквально месяц назад был написан рапорт на увольнение ему осталось несколько часов доработать для того чтобы уволиться после убийства подозреваемый спокойно сел в поезд метро и уехал была объявлена была объявлена операция сирена в ходе которой подозреваемый был пойман задержан сейчас он находится в полиции дает показания и устанавливаются все обстоятельства произошедшего но вот как нам известно что утром только уже когда был открыт метрополитен было вынесено тело погибшего полицейского у него остались дочка и жена какие-то официальные заявления мвд о том что же случилось вчера в половине первого на курской в результате чего погиб полицейский скорее всего будут позже а сейчас это вся информация вину не признает в деле об убийстве полицейского андрея райского появляются все новые подробности сообщается что подозреваемый нурлан муратов возвращался домой без документов и в состоянии сильного опьянения во время проверки попросился в туалет и там и напал на полицейском по одной из версий оружие у него было с собой по другой он выхватил табельный пистолет мой коллега виталий кармазин побывал на месте преступления ему слово станция курская кольцевая ветка московского метрополитена служебный туалет в крови этой ночью здесь был убит сотрудник мвд андрей райский найти закуток в котором погиб полицейский достаточно сложно он находится на краю платформы вот здесь сейчас в туалете идет уборка и видно что кто-то из сотрудников уже принес цветы на место трагедии они все начали утро с похода в цветочную лавку этого не погибшему нет случайно погибший на про андрея райского известно что ему было всего 23 года у погибшего остались жена и ребенок судя по фотографиям он был жизнерадостным человеком увлекался спортом и игрой на гитаре полицейский недавно написал рапорт об отставке и собирался уйти из мвд начать новую жизнь в последнюю смену райский встретил нурлана муратова жителя оренбурга тот по словам очевидцев был пьян райский решил проверить документы подозрительного мужчины муратов попросился в туалет внутри нет камер наблюдения что произошло между полицейским и подозреваемым теперь пытаются установить эксперты коллеги считают что муратов неожиданно напал на райского стене маленькая пробоина говорят что найденная пуля была чистой по одной из версий это стрелял полицейский но не попал видимо уже терял силы после удара острым предметом в голову по другой пистолеты были и у райского и у муратова подозреваемый выстрелил сотруднику мвд в лицо а сам ранение не получил на звук хлопков прибежала уборщица что было дальше сняли эти камеры видно как подозреваемый что-то говорит ей и тут же запрыгивает вагон электропоезда уборщица заглядывает в туалет и в шоке убегает муратов ночью успел проехать до станции повелецкая и выйти а утром 7 часов вновь спустился в метро где его тут же задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий столичными полицейскими был задержан подозреваемый в причинении смертельного ранения нашему сотруднику на станции метро курская настоящее время он доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий четвертый отдел полиции управления внутренних дел на московском метрополитене именно здесь работал погибший андрей райский именно здесь перед каждой сменой он проходил инструктаж и получал задание на дежурство сейчас о своем коллеге полицейские не говорят работают с подозреваемым он находится в этом же здании при нас сотрудники мвд заводили в помещение мужчин похожих на задержанного готовились проводить следственные действия опознание на это нурлан муратов вину не признает по его словам он выпивал вместе с друзьями до позднего вечера когда спустился в метро чтобы поехать домой был остановлен полицейским который якобы зачем-то подвел его к туалету мне сказали стоял дверь я стоял дверь а потом он внутрь зашел стрелбаз я слышал один раз стрелбаз разрушил то есть не выстреляли нет так это ничего не было то есть вы просто в сторонке стояли правильно я здесь вот так стоял около двери прояснить эту ситуацию сможет полная запись камеры наблюдения на которой будет видно не только как муратов убегал но и где находился во время инцидента внутри туалета или снаружи анурлане муратове пока известно немного ему 43 года он житель оренбурга но трудится в москве на кондитерской фабрике в социальных сетях не раз выкладывал фотографии с места работы у муратова как и у погибшего полицейского тоже из жена и ребенок причастен ли задержанный к смерти сотрудника полиции сейчас выясняют в скр следственными органами главного следственного управления следственного комитета россии по городу москве по факту причинения смерти сотруднику полиции возбуждено уголовное дело от месту гибели молодого полицейского который не вернулся со своей последней смены сегодня весь день продолжали нести цветы виталий кармазин дарья городского антон федотов москва 24